Добрый день, возлюбленные Христе, братья и сестры! Я думаю, что нам сегодня особенно дорого в эти замечательные дни встречать праздник Рождества Христова. Праздник Рождества настолько велик, что Святая Церковь постановила предварить его 40-дневным постом и 5-дневным предпраздностом. И две седмицы, которые мы как бы переживаем перед этим замечательным праздником, они так и называются – Недели Святых Правотец и Недели Святых Отец. По сути, Святая Церковь с особым дерзновением и вниманием относится к тем людям, которые готовили пришествие Мессии в мир. Это было непросто. Это было огромное-огромное, можно сказать, событие, которое ожидало все человечество. И все человечество по-своему к этому готовилось. Эти люди, они назывались очень по-разному – правотцами, патриархами, пророками и так далее. Но цель у них была одна – приготовить пришествие Спасителя в мир. И так получалось, что человечество жило не просто в ожидании, оно жило своей жизнью. Были радостные, интересные, хорошие моменты. Ну и были, естественно, такие тяжелые, непростые, можно даже сказать, скользкие моменты, которые человечество каждого переживало по-своему. И вот те люди, которые, по сути, готовили пришествие Мессии в мир, они не были в углу угла, то есть они не были какими-то, может быть, внешне яркими фигурами, но на них ложилась особая ответственность, чтобы мир очистился от греха, от неправды. Потому что если мы сравним жизнь тех людей и современный мир, то, по сути, мы не найдем уж очень много отличий. По сути, как была гордость, так она и осталась. Как была какая-то человеческая зависть, к сожалению, так она и осталась. И вот задача этих людей было подготовить, чтобы человечество осознало свой грех, чтобы человечество задумалось над смыслом своей жизни, чтобы мы, те люди, тоже как бы понимали, что что не происходит в жизни человеческой, это не происходит как-то случайно. И вот эти люди, они как бы были очень-очень разными. Если мы с вами возьмем неделю святых правотец, то Святой Евангелий даже особо говорит о том, что сравнивает Царство Божие с тем, что некогда господин один позвал на брачный пир своих близких друзей. Но так получилось, что когда приблизилось время этого пира, то каждый, найдя внешне уважительную причину, начал отказываться. Один сказал, что он там, допустим, купил пять пар валов, ему необходимо как бы на самом деле испытать их. Второй сказал, что он женился и имеет возможность только выделять внимание своей супруге. Третий сказал, что он купил землю, ее необходимо осмотреть и так далее. Мы с вами прекрасно понимаем, что при первой же проверке эти причины, они являются неуважительными. Я больше того скажу, что каждый из нас, наверное, находился на таком положении, когда вот он на какое-то свое значимое для себя событие приглашал своих друзей, или, как это принято сейчас говорить, близких людей. Но вдруг эти люди почему-то начали отказываться по той или иной причине. А мы с вами, в общем-то, понимаем, что причины-то, собственно, нет никакой. Они просто не хотят приходить на самом деле и испытывали такую как бы вот... И поэтому святые правоциты как раз они призывали нас к чему? К правде. К тому, чтобы мы действительно были готовы к этому. Но так получалось, что не всегда люди это понимали. Далее, уже более близкая неделя к Рождеству Христову, всего лишь за неделю, называется «Неделя Святых Отец», и там вспоминается вся родословная Спасителя. Вот. Можно сказать, если мы возьмем эту книгу, это первая глава от апостола Евангелиста Матфея, и на самом деле она тоже очень показывает, как вообще мир тоже готовился к пришествию Мессии, и что в этой родословной, что особенно важно, и отвечает, и отмечает евангелист Матфея, были не только те люди, которые были праведниками, да, были и те люди, которые не, может быть, уклонились от греха, которые поддавались на те или иные немощи или соблазны, но они тоже, по сути, участвовали в этом процессе. И на самом деле это очень-очень важно. Вот. Ведь недаром мы называем того же Авраама отцом всех верующих, да? И ведь на самом деле этим людям было давно лишь обетование, что не они сами лично, а лишь их потомство со временем увидят Мессию. Ведь разве трудно вспомнить, когда тому же Аврааму было дано указание через ангела, чтобы он взял семью и свое потомство, и вся та земля, которая, по сути, давно уже была готова ко всему, и перейти совершенно в другое место. Разве не было у него соблазна остаться и не слушаться голоса Божия? Но он за послушание сделал и перешел это в другую землю. Хотя, еще раз говорю, опять ему было открыто сказано, что не он, а лишь его потомство со временем увидит Царствие Божие. Ведь так оно и было. Но, тем не менее, Авраам принял это за послушание и пошел далее, и переселился в землю другую. И таким образом народ жил в особом ожидании. И многие ожидали так, что придет освободитель, придет тот, кто избавит их от римского ига, придет тот, кто сделает их жизнь комфортную, интересную. О духовном-то, может быть, не особенно-то и думали. Думали скорее о другом, думали о таких чисто внешних благах, которые они не имели на этот раз. Но, тем не менее, каждый готовился по-своему. И многие, наверное, рассчитывали, что не в каком-то Вифлееме убогом родится спаситель мира, не в каком-то, может быть, убогом такой пещере или в яслях, а в каких-то царских чертогах, в каких-то особых таких при каких условиях и так далее. Но, видите, само-то разведство совершенно произошло по-другому. Оно произошло именно так, как о том и говорило Священное Писание, как о том говорили пророки, которые, по сути, как мы с вами уже и говорили, готовили пришествие спасителя Мессии в мир. Именно они сделали свой такой огромный вклад в эту подготовку. И что вы думаете? Когда родился Богомладенец Христос, то тут же на Неме появилась такая путеводная звезда, которая на самом деле шла и возвещала людям, что не где-нибудь, а именно здесь появился Богомладенец. И что вы думаете? Пришли волхвы, которые для того, чтобы не только поклониться, но и принести ему свои дары, Ладана, Смирн и Злата. И когда они шли, они никак не могли найти. Более того, они подошли к царю Ироду. А царь Ирод тоже очень встревожился, потому что по своему слабоумию он думал, что ему какой-то конкурент придет, который снимет его с царского владычества, который сделает все совершенно по-другому. И он тогда, тайно выведав от волхвы, время появления звезды, хотел сам идти. Но осознав, что лучше сделать так, что послал их, чтобы они пришли и поклонились Богомладенцу Христу. Они так и пришли. Действительно пришли и сказали, что вот так и так. И это вызвало некое изумление у Богоматери, у ее мнимого отца Иосифа, который был хранителем детства Матери Божией. И который на самом деле действительно очень много участвовал тоже в этом таком духовном процессе. И что вы думаете? Они действительно поклонились ему. Были искренне удивлены, что в каких убогих условиях появился Мессия, Спаситель мира. Однако ничего не сказав, а принеся свои дары, они иным путем отошли, для того, чтобы царь Ирод не узнал о точном местонахождении Богомладенца Христа. Почему? По внушению свыше. Потому что ангел Господень явился им и сказал, что вы идите другим путем, потому что это так будет правильно, чтобы сохранить Богомладенца Христа. Вот это событие, оно на самом деле действительно очень важное в жизни человечества, потому что здесь, по сути, происходит соединение Ветхого и Нового Завета. Тут происходит преемственность, потому что те люди, которые готовили пришествие Спасителя, они уже как бы сделали то дело. И появился Новый Завет, появился Богомладенец Христос, который в дальнейшем будет поручена великая миссия, потому что некогда Бог Отец, да, посол силу Своего Единородного, Который пришел и искупил всех нас честную Свою кровью. Вы знаете, этот праздник, он действительно осол. И так уже принято, ну, безусловно, ведь, понимаете, вот это время, оно действительно особое. И многим из нас, людям, особенно старшего поколения, наверное, вспоминается свое детство, когда мы ждали пришествия Нового Гражданского Года, да, когда мы ожидали, на самом деле, пришествия Рождества. Вот. Это для нас было особыми днями, действительно, которые нельзя сравнить. И эту радость, она как бы чувствовалась еще за много, за много дней. Ведь недаром святые отцы установили специальную подготовку к этим дням. Поэтому я всех вас, дорогие мои, от всей души хочу поздравить, уже, можно сказать, наступившим праздником Рождества Христова. И особенно мне хочется пожелать, что ведь Христос, Он открыт для каждого из нас. И очень важно, чтобы наше сердце было тоже открыто для Христа. А что для этого нужно? Для этого нужно, чтобы мы в своем сердце хотя бы немножечко места сохранили для родившегося Бога-младенца Христа. Чтобы мы оставили место добру, правде, сострадательности, взаимопониманию, христианской любви и вере. Это, поверьте, очень и очень важно, особенно в наши, может быть, очень непростые дни. Господь, как любящий отец, безусловно, любит и всегда готов к диалогу с нами. Всегда готов нам протянуть руку помощи. И особенно в эти рождественские дни, а ведь они у нас называются святками, то есть период от Рождества Христова до Крещенского Сочельника это святки, когда все эти дни называются сплошными, когда мы можем вкушать любую пищу, понимая, что это действительно огромный праздник, праздник христианства. И поэтому от всей души я желаю вам, вашим семьям здоровья и помощи Божьей. Я вас поздравляю и с наступившим новым гражданским годом, и с наступившим праздником Рождества Христова. Молитвенно желаю, чтобы Господь хранил и укреплял вас на многие благие годы, и чтобы как можно больше счастья, тепла было в ваших домах, в ваших сердцах, у наших детей, у наших внуков, и чтобы мы, придя с рождественского богослужения, принесли ту радость тем людям, которые находятся рядом с нами, и, может быть, своим молчаливым, добрым христианским примером показали тот путь, по которому и прошел постареначальный Христос. Еще и еще раз желаю вам помощи Божией и сердечно благодарю вас за ваше доброе внимание. Субтитры создавал DimaTorzok